Ева Эхо, друзья! Не забываем про нашу малышку, младшую сестру EVE Online. Игра живет и здравствует! Почти 4 месяца прошло после релиза на андроиде и iOS. Время летит быстро, да. За эти 120 дней игроки успели сначала заполонить до отказа хайсеки в погоне за живительным плексом, затем уже освоившиеся капсулеры начали перебираться в лоусеки и нули. Часть неподготовленной публики вообще естественным образом отсеялась, но на их место, как сорняки непрерывно подсаживаются новые люди. А еще есть такие, которые в первые недели играючи заработали себе на омегу на пару лет вперед, пока плекс был дешевеньким, и теперь уже даже, можно сказать, не играют, а просто перетыкают скиллы на изучение время от времени. Оно и верно, вдруг скажем, через полгодика захочется продолжить. Сейчас, кстати, плекс уже, можно сказать, приблизился к 1 миллиону исков за штучку. Ожидаемый исход. Разумеется, еще через 4 месяца он будет дороже. Ну, это и так понятно. В общем, у Евки, куда ни глянь, везде все чики-пуки. Разрабы из NetEase продолжают ударными темпами работать над улучшением старого и добавлением нового контента. И сейчас, ультра коротко, чтобы вы просто уж совсем там не отставали от жизни, вот список самых заметных актуальных изменений в мобильной Евке за последние пару месяцев. Стартанем самого вкусного, на мой взгляд. Уже давненько, но кто-то может и не знать, в игру добавилась функция перераспределения уже изученных навыков. То есть, даже если вы однажды выкачали какую-то непонятную для себя херобору, ну, типа лишь бы хоть что-то качалось, даже если это не особо нужно, теперь вы можете взять очки из ненужных навыков и залить их в более полезные для вас. Делается это не забесплатно, конечно. За перераспределение максимального объема в 500 тысяч скиллпоинтов попросят минимум 100 плексов. Один плекс за каждые 50 тысяч SP. Но я уверен, масса игроков хотя бы раз да воспользуются подобным предложением. Все же, многие поначалу качали все по чуть-чуть, а теперь, побарахтавшись и тут и там, каждый может сделать более осознанный выбор и мгновенно, насколько это получится, замаксить скиллы в нужном направлении. Изменились стычки, то есть задания. Вместо старых трех уровней сложности, мы имеем целых пять, а разброс по требованию уровня персонажа в них стал более плавный. Также, за некоторые миссии в качестве дополнительной награды теперь игрок получает вудбокс. Его можно как открыть, испытав свою удачу, так и продать по среднерыночным ценам в любом торговом хабе. Сами задания, особенно крабские, то есть военные, по словам NetEase, теперь работают как надо. Баланс выпадения лута из неписи, количество, объем и сложность волн теперь на приемлемом уровне. А учитывая множество изменений в характеристиках многих кораблей и модулей, привычный когда-то геймплей точно порадует всех, кто не любит стоять на месте, ремесленно выполняя один и тот же алгоритм действий. Работа с фитами начала более-менее напоминать то, что имеем в большой Евке. Появилась функция сохранения своих оснасток корабля, ими же вы можете делиться с другими игроками, а еще для тех, кто не хочет заморачиваться или только вникает во всю эту интересную тему, можно глянуть на рекомендуемый фит своего корабля. Рекомендуемый фит – это такая более-менее внятная оснастка по умолчанию, которую за неимением лучшего варианта можно смело напяливать на свой корабль или взять за основу, заменив что-нибудь под текущие нужды. Как всегда, главное понимать, что и для чего здесь воткнуто, иначе польза даже от самого дорогого набора модулей будет около нулевая. Наконец-то, в игре появились бубли, то есть заградительные пузыри, попав в которые обычные корабли не могут уже совершить варп-прыжок, тем самым оказываясь в ловушке. Как известно, бубли невозможно использовать в хай и лоусеках, так что если вы живете в Империи, переживать не о чем. Более того, от бублидуев и прочих новых кораблей, например, с приставкой «Заградитель» от Т6 до Т10 уровней, можно спокойно получить выгоду, если вы производственник или торговец. Куча положительных изменений уже случилась, и еще минимум столько же ожидается как в торговле, так и в производстве. Пробок у населенных торговых хабов стало не в пример меньше, контракты подправили, а покупка и продажа стали оформляться по-человечески. Другими словами, если вас что-то из этого не устраивало в первый месяц-полтора, возможно уже подошло время вернуться и снова нагнуть всех в торгово-производственном ПВП. Вместе с механикой бублей и новыми кораблями появились и навыки, отвечающие за все это веселье. Часть старых при этом пришлось изменить, например, технический уровень обращения с линкорами и большими орудиями был снижен до восьмого тех уровня персонажа. Появилась куча всяких новых модулей, кое-как исправилась безопасность при перемещениях в хайсеках и лоу. А вот альфа-аккаунты, особенно с гостевым статусом, продолжают планомерно притеснять. Сейчас такие пилоты без внятной привязки к гугл-аккаунту или любому другому из доступных способов самоидентификации, окончательно утратили способность вступать в корпорации игроков и создавать более одного персонажа на аккаунте. Вдогонку полезная по началу игры функция «Создать корпорацию с помощью залога», как мы это показывали в одном из наших первых видео про его эхо, удалена из игры. Еще, теперь уже любые альфы шестого и меньшего тех уровня потеряли возможность добывать планетарные ресурсы в районах с уровнем безопасности 0.5 и ниже. Да, это вам не на старте по 1000 плексов в день зарабатывать. Таков уж удел бесплатников, чем дальше, тем тяжелее. Также произошли множественные изменения в интерфейсе и его отображении, в целом улучшилась стабильность игры. Как это обычно балансы, ребалансы, корабли и дронов, ракеты и так далее, очень много всего как по мелочи, так и не очень. Бесчисленное количество исправлений старых ошибок. Так было и будет всегда, и сейчас и потом. Разрабы пока что вроде неплохо справляются, да? По крайней мере делают вид. А вы как думаете, все у них в порядке? Если упустил какие-то важные для вас изменения игры, введенные за последние пару месяцев, пожалуйста, поделитесь в комментариях. А еще было бы очень интересно узнать о вашем личном опыте в Евке. Играли ли вы с самого начала и уже успели забросить ее, или по-прежнему заходите в игру каждый день? А может кто-то узнал о Евке только на прошлой неделе? Кто его знает? И самое главное, что по итогу больше всего понравилось вам или наоборот не понравилось? Интересно будет сравнить все это со своим опытом игры. На этом пока что все. Желаю всем исключительно приятной игры. Надеюсь, Ева Эхо по-прежнему будет радовать вас и ваших друзей все новыми и новыми сотнями часов геймплея. С вами был SteamFun, канал Z85TV. До встречи, капсулеры. Fly safe! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok